Да, безусловно, случаев заболевания гриппом стало меньше. И по большей части это связано с теми ограничительными мерами, которые применяются против коронавируса. Социальная дистанция, ношение маски в общественных местах, тщательное мытье рук. И все же вирус гриппа не менее, а может быть даже более коварен, чем COVID-19. И смертельные случаи от гриппа, к сожалению, тоже не редкость. Именно поэтому Государственная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует с осени, с начала сезона вирусных заболеваний, внести в государственную программу иммунизации дополнительные категории наших граждан, которые наиболее подвержены риску. Теперь эта группа расширилась и будут бесплатно вакцинировать также детей до 7 лет, беременных, и детей до 17 лет включительно, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обструктивными заболеваниями легких, иммунной недостаточностью и диабетом. Вакцина от гриппа будет бесплатно доступна новым целевым группам с октября 2022 года. Что же касается вируса COVID-19, который по-прежнему бушует в нашей стране, то тут тоже есть свежие новости. В скором времени к нам прибудет абсолютно новая вакцина против коронавируса. Новая вакцина, которая имеет очень сложное название, Novavaxavit, это вакцина американского производителя Novavax, первая вакцина против коронавирусной инфекции, которая произведена по протеиновой технологии. Вакцина Novavaxavit содержит кусочек вот этого S-протеина, но этот кусочек взят не из живого вируса, а синтезирован в лабораторных условиях. Поэтому он начисто лишен способности вызывать заболевания, но сохраняет способность вызывать иммунный ответ. Вакцина против COVID-19 Novavaxavit получила разрешение на продажу в ЕС 20 декабря 2021 года. Данный препарат Государственная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует людям старше 18 лет. С Novavaxavit курс вакцинации предполагает также введение двух доз вакцины с интервалом в три недели. Важно отметить, что по оценке экспертов, курс вакцинации, начатый другими вакцинами против COVID-19, можно завершить вакциной Novavaxavit. Также это лекарство может быть использовано в качестве бустерной прививки, если в рамках первичного курса вакцинации были использованы другие вакцины. Вадим Малышкин, Марта Ингло, Новости Таллина.